Мои гости и хозяева, как было чётко замечено. Рады, как всегда, приветствовать вас в наших залах. И сегодня у нас открытие выставки, которая называется «Абстракция», но не просто абстракция. Ой, Наташа, подскажи, господи, как же... Битступ, битреальность. У меня уже сегодня, извините, утовление лёгкое. Битступ, битреальность. И что хорошо, что это отступление от реальности украшает нашу жизнь. Почему? Потому что включается наша фантазия, включаются совершенно другие взгляды на всё, что окружает нас. И мы передаём не просто реалистическую суть предмета или какого-то действия, а мы изображаем что-то подсознательное или что-то на уровне эмоций. То есть это та характеристика предмета, которая обычно не употребляется в практике, так вот расширенной массовой, как просто осязание предмета или чёткое его описание. Вот. И поэтому этим эта выставка и интересна. Здесь мы смотрим совершенно на... совершенно другой подход к жизни вообще. Допустим, вы посмотрите сами на работы, какие они разнообразные. Используются всевозможные техники, всевозможные материалы. И это, с одной стороны, подчёркивает какую-то характерность того, что изображает. Вот. Либо, наоборот, разворачивает многогранность этого явления или предмета и так далее. Значение его, смысла. И вот на этом, пожалуй, я закончу своё, как говорится, краткое такое вступление. Передаю слово Наталье Бадурадской. Она умеет всегда очень красочно дополнять эмоционально. Здравствуйте, дорогие друзья. Вернёмся немножко к истокам. На самом деле, это направление мы можем наблюдать в древних пещерах, когда археологи находили старинные артефакты в виде нефигуративных фигурок, животных, божеств. Так же самое изображение, которое мы сейчас можем тоже увидеть в наших прекрасных работах. Геометрические формы присутствовали в росписи керамики. Но основным, конечно, основоположником, как мы знаем, это Василий Малевич. И вот он как-то рассказал такую интересную историю. Всё происходит ниоткуда. Будучи на выставке и участвуя в развеске работ, он перевернул работу Клода Мане. И ему очень понравилось это цветовое решение. Оно вдохновило и зажгло. И он создал серию работ в том стиле, которое мы сейчас сегодня тоже с вами представляем. Но это направление не было воспринято очень радушно, скажем так, в начале. Но потом оно, конечно, получило свою популярность. И в большей степени, наверное, в начале, эта популярность была в мусульманских странах, так как там нельзя изображать людей и животных. Выставка получилась красочная, замечательная. И, кстати, вот я хочу сказать, что как полезно участвовать в развеске. Иногда ты смотришь, перевернёшь работу, а то в другой раз смотришь и станешь гениальным и популярным. Дорогие друзья, выставка получилась прекрасной. Каждый по-своему скрыл эту тему. Что вам пожелать? Творчества, настроения и вот такой прекрасной абстракции. Сегодня у нас в этом зале тоже где-то так, тоже скажем, абстракция. В хорошем смысле этого слова, как говорит Гавелия Геннадьевич. Добра, света и всего самого хорошего, что есть в искусстве, включая нас, конечно. Поздравляю вас, друзья. Спасибо. Анатолий Александрович, вам слово. Я добавлю, я сказал, что Борис Геннадьевич, это редко, когда Борис Геннадьевич не могла. Да. Он продолжил поруч. Людина Матон. Мы собралися и вот так представление вот таке наше, для того, чтобы было как-то официально, что это как-то событие такое приемное, для того, чтобы открыть эту выставку, а так дойти, поделиться, разойтись, это, потому что мы проводим так по традиции, вот такие наши заклады, которые мы сегодня открываем. И приемно то, что девочки составили на 24-й год план, вот такой хороший план, что начали с абстракции, и я хочу сказать за абстракцией, что это действительно очень, 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 ну, мы шануем, ценуем художников, которые работают в разных направлениях образотворческого мистецства. Каждый из вас, каждый заканчивал учебные заклады и выбирает свой творческий шлях, в котором вы получаете удовольствие. И поэтому мы и выставляем вот такие работи, и цянуем, и шануем. Как вы знаете, раньше они были, вот, бульдозерский, там, в 61-м году был такой всесвитный скандал, что закрыть, запретить эти такие мероприятия. Ну, не так ристи те, что оно должно быть. Каждый автор мае право на своё иснование, своими творами. Тому и у нас вот такая, и сейчас у всех спелках Украины очень ценуются, шануются мистецтво. Как раньше это было в запрете, и было, я помню, мы открывали когда-то выставку, и подходил какой-то представитель паркбюро и говорит на работу Дюльфана снять эту работу. Это я так зараз вспомнил. А Борис Деревянко, вы знаете такого, да? Подходил, я говорю, а кто вы такой, что вы снимаете эту работу? Ну, я партийный работник. Какие вы отношения маете до мистецтва? Ну, и вот такий получился трошки скандал, и та работа залишилась. Вот такие были наезды, вот такие были запреты, что это действительно очень, ну, художника рани. И каждый художник действительно мы иснуемо, працюемо, творимо, выставляемося для того, чтобы показать свои работы. Ну, вот давайте будем мы працювать и складывать эти работы в себе в мистецтвии. Ну, и якое задоволение от этого. Тому мы и хотим показать свои творения, поделиться своим настроем, поделиться своими поездками, которые мы проводим, и пленеры, а какие чудови проходят пленеры. И когда мы приехали, когда была группа из 60 художников в Коблево, из всей Украины приехала, и там был и Савченко, там были художники абстрактного направления, там все. И что вы думаете, когда Коблевский меценат, который нам дав дозвіл на таке, Черноморец, тогда нас спонсировал транспортом, вот, приехали керевники Чорноморца на шикарном автобусе, и мы открываем ту, а перед этим мы говорим о хозяину, вы выберите твори, которые вам подобаются, а он говорит, что приедет, что мой шеф из Киева, и он сам выберет, которые нужно для нашей галереи, для нашей, и он говорит, а как же он будет реагировать на абстрактные работы, но он говорит, я не знаю, как, ну, побачим, и переживали, тогда Наташа Лаза была, все, весь там Коблевский простор був заставлено творами, по 10, по 15 рублей, так и все, то, как бы вы бачили ту красу, и тут приезжает шеф, Коблевский шеф, это, который держит, что это вино, вино, 60 художников, каждый день на вечер нам давали 10 бутлев вина, по 5 литров, 5 литров белого, 5 литров красного, и что вы думаете, до 3 утра его не было, того вино, по трошки, и никто не, все было в пределах нормы, все хорошо было, в общем, цей шеф приехал с дружиною, приехал с дочкой, и смотрелся на эти творы, а цей ходит, ну, его помещник, и как же мы кормили шикарно все, чтобы не даром мы хлеб ели, что это все, вот, и это, дивится, Боже, у него лице сяяло, сяяло от радости, он каже, я не знаю, я не знаю, какие работы, я не знаю, это, ну, просто фантастика, это что-то фантастика, мы туда ездили, и вот по сей день, ну, до эпидемии, приезжали туда, и война нас зупинила, вот таке было отношение, на сегодняшний день, он выбрал, ну, робит, наверное, 60, он взял, если не больше, и за три дни, мы ему нарисовали, если вы заходите в Коблевский, вино, там есть зал, за 200 люль, громадный, такий, ну, вот метрил 50, на шире, вот, и на стенах, там, там, раздвижные, таки, экспозиционные щиты, и эти работы, сейчас, висят, в два рядах, висят, там, в Коблевском, динозаводе, так что, это я вам просто рассказал, для того, что мистецтво, нас, объединяет, и мы, я, когда пришел сюда, головой спелки, я очень шанувал, шаную, и буду шанувати, художников, нонконформистов, абстракционистов, нетрадиционных мистецтв, и прочее, тогда были правления, это вопрос вам, для информации, мы собрались, просто поговорить, чтобы, ну, правления были художники, Цюбко, Маринюк, Басанец, Башко, Гончаров, ну, много художников, которые, действительно, меня очень поддерживали, когда мы пять лет судили с нашим, Герасченко, который нам нанес ущерб на 2 миллиона 700 тысяч гривен, вот, и очень поддерживали, это, ну, это не для этого, не за этого, я их поддерживаю, и цену, и просто, когда у нас, вот такие отношения, друг, с нашими секциями, у нас, вы знаете, пять секций, живописно, графично, монументально, декоративно, скульптурно, мы все един, мы все цельные, мы все хорошие, мы все ранимые, и мы все заслуговываем великой поваги, для того, чтобы существовать, и мне очень, я повторю, и я, я пишусь о том, что когда мы сделали выставку в Киеве, ось в листопаде месяце, что Волошук, директор центрального будинка художников, сказал, что стены будинка художников давно не видели от такой выставки, очень мощная, сильная, во всех направлениях, и декоративная, и скульптура, и монументальная, просто фантастика, приятно было, мало того, что приехало очень много, Лариса там была, приехало много художников наших, для того, чтобы поддерживать, я помню, как мы отмечали 80 лет, АЧП, а наши все по залам, там мы поездом приехали, 36 человек, весь поезд приехало туда, а я стою, АЧП, голова спілки, говорит, а десит, а десит, и тут 35 человек приходит в это все, все в это, вот это наша дружба, вот это наше отношение до одного, до мистецтва, вот, и пользуюсь такою нагодой, я через два дни открываю свою ювелийную виставку, ювелийную виставку, да, и очень хотелось бы, чтобы пришли, кто ценует, шанует мистецтво, поважает нашу спілку, поважают меня, мне будет очень, очень приятно вас видеть, вот, ну, я хочу сказать, за виставку, действительно, виставка очень интересная, хорошая виставка, вот, у всех направлениях сделана, каждый чувствует, что хочет показать, у нас не было никаких ограничений, что там, тут принесли, и было это, хорошо выбирали работу, я думаю, никто не ображенный, все довольны, и желаю вам, божаю вам, теж так же, працювати, виставлятися, и я запрошую, я говорю, у нас план, вот, 17 виставок, 12 виставок в цьому залі, 17 виставок, там есть, и персональные виставки, и на торговой, я же не говорю, чтобы все вы, на всех виставках, вы участвовали, ну, 2, 3 работы, можно в рейх, сделать, я думаю, можно, показывайте свои творы, показывайте, это очень приятно, когда участь вот такая, велика, нам, когда, я встречаюсь на радио, спелок, сейчас еще 45, повиняю, я, когда, я встречаюсь на радио, спелок, нам так, заздрят художники, головы спелок, як це вам так удається, и виставки, и смотришь на фейсбуці, Одеса, 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 Оце, така наша Одеса, тому, я говорю, дякую вам велико, и девочкам, и девочкам, и аплодуемо девочкам нашим, за їхню, таку, працу. Хочу-то сделать так. Девочкам, спасибо. Спасибо. Слава художникам, велика слава, вы заслуговуєте, великой повагой, и патами, особенно сейчас. Я говорю, еще продолжу, я говорю, что не обязанно, на выставке, давать работы, военная тематика, кров, убийство, там раз, не это все. Вот такие они. Сейчас такое життя, что мы все это слышим, бачим, и это достаточно для нашего восприятия. Хочется прийти и побачить, облегчиться от этой обстановки, чтобы набраться сил, той доброй энергетики, приятной энергетики. Так что, дай Бог вам сил, наслаги, наслаги, вытримки, и бережите один одного, ценуйте один одного, и шануйте один одного. Мы цього варти. Кто хочет сказать, будь ласка, будь ласка. Кто желает дополнить, внести свои. Вот у нас Олег, голова скульпторной секции, дефектигальна работа. С стаду структуры, действительно, она почаще ее здесь демонстрировать. Я всех витаю. На этой выставке представлены три творения скульптуры, которые еще никогда не экспонировались. Мы их тридели. Одна нашего скульптора, одного Перехрестова, которого уже с нами немало, он уже пішел за святой. Но работа в отделении клизе, не бачите, это его работа. Так что, дякую всем, кто пришел. Дякую вам. Дякую вам. Самая маленькая наша секция. Вот крепкая секция. Крепка. Поховнение в них уже есть. Это очень приятно. Так что, друзья, молодец, збирайте выставки, збирайте выставки, набирайте сил, набирайте всі. Мы пройшли через это. И не ображайтесь, коли вас не приняли работу. Я, когда я еще для вас, молодых, я, когда я начал выставлять, в 70-му році принес роботи, привез из Советеопольского района. 13, может, это не счастливое число, что 20 рублей привез. И не обещали. А сейчас, приносим через півроку еще 10 рублей привез. Сейчас, дивлюсь, вроде хорошие работы, но их не приняли. Другие ломаются, говорят, так, а у нас есть такие, а у меня не приняли, тоже привез. Мы, как семья, беру, доведник, дивлюсь, аж, что не выставляется ця людина. Не выставляется, я звоню ей, что ты не выставляешь, а читаешь, она закинчена, закинчила, институт учился, в Олимпиевской, если вы художники, знаете, кто это такая, у Староженко, это мэтр, профессор, и, и, это, в общем, трех академиков. А у меня, я говорю, что ты не выставляешься, а у меня когда-то не приняли работы, я больше не хочу выставляться. Другий приклад, другую вещь, что ты не выставляешься там? Она говорит, да, нет, час, это все, я говорю, это майстерня есть, ты займаешь майстерню, мы будем принимать меры какие-то, выставляет, она в Киеве работала, в журнале, печатается журнал, отримывает гран-при, кращая работа, выставки, там дипломы, и награда, там и прочее, звони мне, до встречаются, приходят с цветами, там, я говорю, великое спасибо, что вы меня печатали, там, и все, так что, вам в руки поливец, кисть, и, вот так, полотно, аллея, и працюйте, и працюйте, я не знаю, что не нашел, фейсбуку, расшукували, а при работе, нашу нарису, тем не менее, еще не было, да, 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 по фейсбуку расшукували, когда Мария была, Марьюка, так, 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 что, друзья, будем працювати, будем выставлятись, вот, если нема, ни какого, казалось, давайте поспілкуемся, за, да, объявляем, что выставка открыта,